Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на интересные решения в плане роутеров от компании Tendo. Давайте вместе разбираться, как это все работает. В этом видео мы сразу посмотрим на три модели роутеров от Tendo. Все они AC2100, и такого раннего Tendo не было. Модель AC21, AC23 и AC19. В целом они схожи по железу, отличаются мощностью, ну и некоторыми другими особенностями. Вот так что будем разбираться, какие особенности внутри имеются. Давайте традиционно разыграем все три роутера. Максимально простые условия. На канал подписаться, лайк поставить, комментарий написать, зачем вам нужен роутер. Ну и конечно же подписаться на социальные сети Tendo в Instagram и Facebook. Все ссылки будут в описании, как и подробные условия. Начнем с AC19. Она у нас наиболее интересная многофункциональная моделька. Ну и давайте разбираться подробнее. Но начать все-таки предлагаю с распаковки. И посмотрим, что у нас там в комплекте. Условно, на самом деле у всех трех моделей плюс-минус одной тоже идет в комплекте. Гарантийный талон и инструкция. Сама моделька AC19. Ethernet кабель и блок питания. Внешний вид роутера привлекает к себе внимание. Однако он не является каким-то невероятно вычурным. Это круто. Он впишется в любой интерьер, но все-таки хочется, чтобы он выглядел современно. Местами немного агрессивно и действительно выделялся. Это как раз тот случай. Причем это касается абсолютно всех трех моделей. В столовой части находится USB-порт 2.0 для подключения внешнего устройства, например, накопителя. Кнопка WPS. И далее 4 LAN-порта. Один из них с поддержкой IPTV. А также WAN-порт, вот тот что голубенький, для подключения сети интернет. И порт для подключения адаптера питания. Причем IC19 распопадает среднюю ценовую категорию гигабитных Wi-Fi-мешордизаторов для дома малого офиса с повышенной проходимостью и скоростью обработки данных. Высокая проникающая способность. Для квартир с нестандартной геометрией будет самое то, а также для загородных домов и малых офисов. Повышенная дальность и устойчивость сигнала на месте. Высокая плотная сети. Количество пользователей максимально заявлено 128, но все-таки рекомендовано при нагрузке выше среднего порядка 30. Ну и высокая скорость обработки данных на месте. Четыре внешние антенны, всенаправленные 6 дБ, вместе с технологией 4х4 и MU-MIM в диапазоне 5 ГГц. И далее, пока я вам показываю AC21 и AC23, давайте расскажу суммарно, что находится в плане технологий в каждой из моделей. Причем вот эта информация по сути актуальна для всех трех моделей. Это у нас AC2100, поддерживается технологией 802.11 AC Wave 2, достигая суммарной скорости Wi-Fi соединения до 2033 Мбит в секунду. 300 Мбит в секунду в диапазоне 2,4 ГГц и 1733 Мбит в секунду в диапазоне 5 ГГц. 4х4 MU-MIM для частоты 5 ГГц значительно усиливает сигнал 5G и расширяет зону покрытия Wi-Fi. По сравнению с обычными маршрутизаторами с технологией 3х3 MU-MIM. Процессор с тактовой частотой 1 ГГц, а также присутствует SO-процессор в 500 МГц. Они оба у нас двухъядерные, выполнены по 28-мм технологии. Дают более высокую скорость обработки данных и оптимизируют весь процесс работы оборудования. Маршрутизаторы оснащены полными гигабитными портами, а это обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 1000 Мбит в секунду. Чуть позже замерим вообще в принципе как у нас это все работает и в плане проводного подключения к интернету в том числе. Встроенные FE модули для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц повышают способность маршрутизаторов пробивать несколько стен и увеличивать зону покрытия сети Wi-Fi. Присутствует поддержка IP версии 6. Ну а отличия от EC19 у нас максимально простые. EC23 с семью антеннами, наиболее высокопроизводительный и дальнобойный из всех. Ну и EC21 это младшая модель, хороший гигабитный середнячок. Мобильное приложение доступно как для iOS, так и для Android. Настройка внутри происходит буквально в несколько тапов. Есть L2TP, PPTP, PPOE. Соответственно все это настраивается без проблем. Вы можете выбрать любой тип соединения, который будет наиболее удобным для вас и предоставляется вашим провайдером. Максимальная гибкость на месте. Ну а далее все традиционно для устройства от Энда. Здесь красивый графический интерфейс, где все максимально понятно. Вам хорошо заметно устройство, то есть вы видите все подключенные в сети, они прям наглядно на самом главном экране. При этом каждое устройство вы можете немного редактировать, задавать на него ограничения, дополнительные моменты, обозначать название устройства и так далее. В инструментах доступен дополнительный функционал вроде родительского контроля, где мы можем задавать сколько ребенок будет сидеть за своим компьютером. Соответственно каким сайт он будет посещать, какие не будет. Все это будет регулировать сам роутер. Конечно же ускорить сеть Wi-Fi, для этого есть специальная функция, которая оптимизирует работу роутера согласно тем сетям, которые находятся вокруг вас. Удобно и реально повышает стабильность соединения. Ну и естественно вы можете настроить, когда ваш роутер будет работать. Например, не хотите, чтобы он работал ночью, окей, он будет выключаться с того времени, которое вы зададите внутри приложения. И здесь мы подошли к самому интересному и к самому любимому. То, что мне нравится больше всего, это тест скорости. Первая скорость будет по Wi-Fi, подключаем мы к устройству Mac mini на M1 2020 года. Ну и естественно интернет у меня 200 мегабит, соответственно замеряем какой результат будет. По итогу мы получаем, что у нас здесь чуточку больше 200 мегабит в секунду, но спишем это на погрешность. А пинг у нас 9 миллисекунд. Давайте переключимся на кабель и замерим здесь. В этом случае мы сразу видим изменение пинга, это 3 миллисекунды. И параллельно с этим скорость остается неизменной. Тарифные планы с большим показателем скорости аналогично будут легко перевариваться данными устройствами. И вы получите максимум с точки зрения использования интернета у вас дома. Даже если количество устройств будет весьма приличным. По итогу могу сказать, что тендер опять-таки большие молодцы. Каждый раз когда я тестирую их роутеры, я думаю ну найду какой-нибудь минус, соотношение цена и качество наконец-то изменится, но не тут-то было. Они действительно позволяют вам получить максимум с точки зрения потраченных средств. И это очень круто. И параллельно с этим не ущемляя по возможностям. И конкретно каждый из этих трех моделей это наглядно демонстрирует. Так что если искали для себя роутер, который будет стабильный, интересный с точки зрения настроек, возможностей управления и достаточно простой в плане освоения, тут уже решайте сами. На самом деле можно и более глубоко, но в общем настраиваться действительно все несложно. То это однозначно ваш выбор. Актуальные цены будут по ссылкам в описании и в прикрепленном комментарии. Все как всегда. Большие пальцы вверх ставим, на канал подписываемся. Внизу есть красная кнопочка, нажимаем на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. И несколько два роликов тут с вами не прощаюсь. Жмакаем на один из них и увидимся уже через несколько секунд.